так вот это вот я обещал ответить ну как особенно вот почему я должен даже отвечать вы упоминаете курдима да упоминаю как выдающимся человек его надо в эту вот я три фамилии назову вот это латинков броски и курдимов они должны быть в академии наук почему когда королев сделала к это полетел космос и он назначили выбрали академика да вот заготовый ракет так такое же право заработал морально и мичурин он академик а что он писал диссертации передирался у кого-то другой диссертации нет достаточно было его славы этого еще прижизненной вот лучшего садовода россии вот так вот я и говорю что вот такие люди должны быть академиками курдимов броски вытянков вот точки соприкосновения у нас 7 процентов 90 почему потому что иначе бы не было вот этой книги что такое 10 процентов объясняю еще вам подробно я вынужден это сделать чтобы как бы не подумали что ухожу от ответа вот вы пишете про есть разногласия и насчет книги вот ну понимаете вот представим себе на юге коряще дерево она не умирает а когда она перестает вот я приведу пример еще раз я был шокирован когда в каком-то издании прочитал что на юге некоторые яблони вот например антоновка как самая из культурных как бы уже устойчивая как бы адаптированная она дает до полутонны яблок в год а вы можете представить что такое полтонны яблок да нет вот представим себе что ведро влазит 5-6 килограмм это что 800-900 ветер я ничего не напутал так полтонны это 500 килограмм опять как а 100-100 но это много 80-100 ветер с дерева ну представьте стоит в ветер выставили с одного а большинство из них а это же зимний сорт его сохранить а курдюмам не объясняют она же упадет разобьется если упадет все на деревья уже портится собирать а ты достань ка его полтона это какое дерево должно быть трехэтажное даже здание такого же размера вот значит приходится его то что я говорю колесить а там получается приходится его переводить как бы в товарный вид ну вот что делать а у нас сибири до такого огромного размера не дорастают вот я специально взял вот моя самая сторона и не выглядит мощным когда под ним стоишь она огромная но у меня никогда не получались фотографии да вот это где-то года два назад и снимал то есть это но правда половина так он уже потерял из-за моей дури про дури я уже рассказывал только как боюсь что что прилипнет ко мне это словечко вот это еще самое огромное а так если брать объем крона ну что я скажу да вы если вы видели то большое дерево ну справедливости советского сон самый большой это на него нельзя залезть вот как где дети не залазят в украине залазят огромные деревья черешни и яблони это ужас какие они огромные просто ужас и вот получается что для его технологии для его района а моя северная не моги помните вот эти вот вот я специально вот этого взял пару фотографий сейчас я покажу опять или даже комментировать фактически не стал почему наглядные видите вот тут сибирь нельзя шутить вот чтобы только получить можно и в сибири но и секатор видите еще там где-то у меня фотография была знаете я рассказывал про другое попробуйте выпишите от души советую лак на стиху долна то пишите мне я тут же уже есть гостевой есть и в двух-трех вебинарах есть его телефон и адрес напишите мне еще больше вот потому что похоже эту заразу не остановить у нас тут целые оголяются целые сады вот так я уже боюсь ходить по садам чтобы настроение не портить я так гордился саногорскими садами так раззвонил на всю планету пришла беда не ждали это как тот гриб какой-нибудь галконский так вот такой гриб у деревьев пришел ладно пойдем дальше опять сегодня не закончил а это я на ваши вопросы отвечаю вы что думаете просто так что 8 второй момент еще один затрону значит конец все об этом клипе все сказано теперь вы задаете вопрос прочесть книгу пусть даже без редакции может кто-нибудь понимаете вы задаете такой болезненный тему вышло два издания по 5000 на полном серьезе сам искренне считал же курдюма мою всю душу вымотали пока это самое написали это не так просто вот значит было написать до 2 личности вот и написали издали и считали что ну конечно эта книга она как минимум это госпремия это значит можно жить можно съездить на курорт на эту премию можно получить такой авторитет что начнется перестройка по всей россии ну как же там грудюмову дали госпремию железову дали госпремию вот так им должно было быть она это заслужило но видите тут ты дели там другой принцип вот он называется система ниппель кто умный тот поймет о чем речь туда такие не доходят до этого и получается как вот вы говорите хочу ее прочитать там и нету прошло пять лет и редакция еще раньше отказалась от своих прав может заключали договор на пять лет вот издательство мне сказала делайте что хотите курдюмов считаешь раз а он же у нее связи больше раз предложения не значит он считает что никто не купит может он прав вот это фотография не то чтобы ошибочно попала просто я рассказывал как моя дурь тридцатилетней давности отразилась тридцать лет спустя стыдно повторять поняли да вот такой саженец не обрезанная стандартная с него началось он уже тогда был предпосылки вот к такому почему всегда когда вы не отрезаете хотя бы половину верхушки корни искалечены даже из горшка пересадка стресс они весь саженец не выкармливают вот это вот как даже это поймут то вот такой еще выкармливают вот этот царь знаете как я потом отрезал вот так пересажены прекрасно плодоносит пойму вот тут два года еще через два года весь был уже плодах вот так вот отрезают вот ему это отрезка не мешает расти на ворот помогает это стимуляция нормальный крон нормального роста что-то хотел сказать уже забыл сейчас если вижу вспомню да вот это вот это значит что все повторяться неудобно все надо делать наоборот чем вот тут учат ладно уже удобно еще раз повторяться вот и получается что вот я начинал с такого саженца видели как там я укается до сих пор это уже третья ветка рухнула это 2016 год когда в мае снег завалило снега вот почему потому что вы можете плохо видеть у меня там еще одна подъезд не разместил на следующей фотографии вот это отрезанный кусок уже в цвету есть цветы вот когда она рухнула ладно и иллюстрация к тому что сказано смотрите сюда для чего скажите вот прекрасная роща да посреди города ну подумаешь что детей тут уже давно нет под ним потому что не боятся упадут деревья они про это даже не знают родители не знают воспитатели не знают просто дети перестали выходить на улицу вообще я сегодня на площадке после мужа опять ни одного ребенка ни единого на двух площадках мы всегда подъехали начали накачали потом домой возвращаемся в начале накачали потом домой конкуром занимается мы назвали малый то есть развиваемся но дело в том что это уже отдельная болезненная тема детей нет все приехали два-три поколения знаете почему очереди растут в этих да не платят да не платят это врачам не платят да врачи не хотят да халтура да это самое очереди да медикаментов нет да еще вторая причина все больше больных когда будут делать фильм расскажу вам как это надо в каждом поселке в каждом городе были клубы моржей и начинали там детей хотя бы желающих вон как тимошка знаете буквально два слова это тоже наболело мы с ним летом пошли в зиму купались оба а потом дальше мне нельзя сердце остановится и после того когда остановится несколько детей автоматом переедут знаете куда детские дома во это уже это самое там где мы с тимошкой гуляем это уже другое это детская площадка вы представляете почему упадут на голову до 15 лет назад таких домов еще тут не было и этих деревьев не было эта посадка уже после вот так вот вот любуйтесь но и вот это вот дикоросы это понятно жеки это самое не грустал алкогольная команда но это пока это дремучесть дикая даже у тех кто должен заниматься этим профессионально там начальник участка озеленения должен иметь образование да он будет три образования иметь три диплома их можно несколько получить красноярске в абакане и все равно он вот так вырастет вот для чего нужна элита вот для чего друзья нужны и и и и и и и